Вскрыто. Была отпечатка, то есть клепная крышка индивидуального прибора учета и автоматический выключатель. И соответственно было незаконное подключение. Вот провод был введен кустарным способом. Подключиться любой ценой. Во Владимире энергосбыт плюс провел рейд по адресам должников, оставшихся без света и незаконно подключившихся к электросети. Такие рейды проводят регулярно. В этот раз энергетики нагрянули на улицу Нижняя Дуброва. Здесь нарушение режима ограничения электроэнергии скорее редкость. Правда почти в каждом доме найдется тот, кто платить за коммунальные услуги не хочет, но и сидеть без света не собирается. В доме номер 7 по улице Нижняя Дуброва сразу несколько потребителей подключились к сети незаконно. Например, в одной из квартир долг за коммуналку составил около 27 тысяч рублей. Хозяин Алексей заявляет, во всем виновата эпидемия коронавируса. А до этого вас отключали раньше и до Нового года отключали вас? Предупреждали? У нас было договорено, что мы все оплатим. А почему вы договорились, что вы не соблюдаете? Почему мы оплатим? Как положено долг, заплачиваем проценты и платим, и в теку учить. Тогда иначе вас не отключали бы. Алексей с долгами пообещал разобраться в ближайшее время, в отличие от соседей по дому. У них долг более 157 тысяч рублей. Первый раз неплательщиков оставили без света в ноябре прошлого года. После этого к электроснабжению они подключились к кустарно. Самовольные скрутки проводов им перерезали. После этого нарушители самовольно подключались к проводке еще пять раз. В этот раз оставить должников без света нельзя. Энергетики фиксируют факт кустарного подключения и направляют документы в прокуратуру. Постановлением правительства 424 от 2 апреля введен временный запрет до 1 января 2021 года на ограничение коммунальной услуги в связи с возникновением задолженности. Однако данное постановление не регулирует вопрос возобновления коммунальной услуги, ограничение которой произведено до апреля. То есть режим возобновления коммунальной услуги остался прежним. То есть даже сейчас для возобновления подачи электричества неплательщикам необходимо погасить все долги. А тем, кто подключается к кустарно, по-прежнему грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей за повторные подключения от 15 до 20 тысяч. Энергосбыт плюс напоминает, оплатить коммунальные услуги можно онлайн, в личном кабинете, на официальном сайте или через специальное приложение. Также отмечают показания счетчиков воды и электричества, переданные после 25 числа, не могут быть учтены в квитанции за июнь. Коммунальные платежи с июля будут начисляться по новым тарифам.